Яркие платки, платья и кокошники в сочетании с косухами, джинсовками, кедами и современными ботинками. В Центре поддержки предпринимательства прошел модный показ юных моделей. Дефиле в стиле «Аля Русь» показали маленькие участницы городского конкурса «Обаяние талантов» принцесса Сарова. Дефиле – первый этап конкурса, в который, по результатам кастинга, прошли 16 девочек. В течение пяти дней девочки проходили интенсивы и мастер-классы по дефиле, репетировали выходы, учились правильно позировать перед жюри. Все это время участниц конкурса направляла и поддерживала Анастасия Добрынина, организатор и режиссер-стилист фэшн-съемок. Настя была такая строгая и нам не ругалась, а объясняла. Мне понравилось все. Мама говорит, что в конкурсе главное не победа, а участие. Расскажи, почему хочешь стать принцессой Сарова? Потому что я хочу стать президентом Российской Федерации. А как тебе фонкурс поможет в этом? Ну, стать более уверенной, научиться красиво находить и заводить больше друзей. По заключению жюри, все девочки справились с испытанием отлично. За дефиле каждая получила максимальное количество баллов. Все этапы конкурса, результат слаженной и кропотливой работы команды организаторов. В помощь активно включаются и родители юных принцесс. Для дефиле они сами собирали костюмы под руководством специалистов. Они искали реквизит, ну, они задавали миллион вопросов, конечно, но, тем не менее, это был творческий момент именно от родителей. Это очень здорово, потому что взаимодействие с ребенком, собственно, из-за этого еще мы создали этот конкурс в том числе. Ну, и, конечно же, сплотило уже нас всех как коллектив. То есть мы одна большая дружная команда и семья. В воскресенье 27 ноября девочки пройдут творческий этап, где им предстоит показать свои таланты в произвольной форме, спеть песню, станцевать, прочитать стихотворение или просто рассказать о себе. Третьим этапом состязания станут индивидуальные фотосессии финалисток, по итогу которых запустят интернет-голосование. Принцессу Сарова выберут горожане. Коронация и подведение итогов пройдет 10 декабря. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.